Афинский гоплит Такие воины в таком снаряжении воевали и жили на свете порядка двух с половиной тысяч лет тому назад. Обратите внимание, вот здесь написано, ряд исследователей полагает, что Геральдика как дисциплина уникальная разработка западноевропейского средневековья. О чем это говорит? Это говорит о том, что средневековая европейская культура, западноевропейская в основном, была не вполне вторично относительно античной культуры. Это очень, на самом деле, в культурологии очень важный момент. Он подчеркивает, что так называемые темные века, мрачное средневековье и так далее, и так далее, и так далее, это не была пустая трата времени человеческой жизни и человеческого интеллекта. Что в эту эпоху тоже происходило какое-то развитие, которое не всегда опиралось на то, что было сделано древними греками. Ну, я так думаю, что люди культурные, знаете, кто такой Карл Густав Юнг, да? Он, Геральдика, не занимался, но ему принадлежит уникальная фраза совершенно, что люди делятся на два типа, древние греки и все остальные. Таки мы с вами немножечко древние греки, на самом деле, ну, самую малость. А вот этот джентльмен, он из всех остальных. Посмотрите внимательно. На первый взгляд, два этих персонажа своим видом абсолютно противоречат этой фразе. Абсолютно. Почему? Потому что здесь мы видим воина, у которого защищены ноги. Ну, руки голые, ладно, бывает, он не с радионуклидами работает. Можно без перчаток. У этого на голове шлем, у этого на голове шлем. У этого в руке щит с каким-то рисунком, у этого в руке щит с каким-то рисунком. На этом надет панцирь с какими-то эмблемами, на этом надет, ну, называется это сюрко. Тоже расписанное какими-то эмблемами. Где разница? Ну, вот мы заявляем, уникальная разработка западноевропейской культуры, замечательно, аплодисменты, цветы в студию, шампанскую машину. Да нет, ребята, нет никакой разницы. У этого щит, у того щит. Разница есть. И разница принципиальная. Разница в том, что когда люди создали Геральдику, они создали систему знаний. То есть это полноценная наука, которая работает с новым знанием, описывает поступающее новое знание, генерирует новое знание, обобщает новое знание и систематизирует полученные знания. В этом принципиальное отличие. Нам неизвестно ни о какой системе нанесения знаков на щиты, описания их и использования их бытовой жизни в Древней Греции. Этого не было. А в Западной Европе это было. И появилось это примерно в X-XI веке нашей эры, разумеется. Возникает вопрос. Зачем? Смотрим еще раз на двух этих достойных людей. И удивляемся тому, как много информации о себе они нам сообщают. Они давно умерли. Но мы знаем о них очень многое. Я, например, точно знаю, что этот человек из города Афины. Почему он из города Афины? У него на щите нарисована горгона Медузы. Голова горгона Медузы. Это распространенный знак именно афинских гоплитов. Почему? Потому что Персей, который отрубил голову у горгона Медузы, как все вы знаете, он был афинским царем. Афиняне гордятся афинским царем и показывают, пожалуйста. Наш царь отрубил голову такой страшной штуке. Ну вы понимаете, что мы все вместе сможем с вами сделать, товарищи враги? Да, товарищи враги? Понимают и вежливо уходят. Ну если это не спартанцы, конечно. Понятно, да? О чем говорит этот джентльмен? Он совершенно недвусмысленно сообщает о том, что он старший сын английского короля. Более того, он поддерживает своего божественного отца в том, что они претендуют на роль французского короля тоже. То есть мало того, что они короли Англии, они хотят еще быть королями Франции. Потому что на троне Франции сидит человек, недостойный этого звания. И именно поэтому они вторгаются во Францию, высаживаются и начинают войну, которая в историю вошла под названием Столетний. И вот этот персонаж, Эдуард Черный Принц, он сыграл очень важную роль на самом начальном этапе этой войны. Вот он показывает. Я из рода плантагенетов, я претендую на будущее королевства Францию, и я являюсь старшим сыном английского короля. Понятно? Ну, соответственно, эта эмблема повторяет главное изображение в гербе, намекая на то, что все-таки он плантагенет, а не герцог Анжуйский. Понятно? Понятно. То есть человек сообщил о себе бездну информации на самом деле. Так ли много мы даем о себе информации сейчас в реальной жизни, когда мы движемся по улице? На самом деле мы даем о себе огромное количество информации. Но в силу того, что мы не владеем знаниями о символическом языке культуры, информацию эту в режиме работы коры головного мозга, то есть в сознательном состоянии, мы считывать не можем. Чаще всего мы опираемся на какие-то интуитивные догадки. Вот мужчина весь в черном, наверное, сектант, да? Вот девушка в красном, наверное, хочет завести роман. Ну, как-то так, да? Еще есть такие люди, враги человечества, психологи они называются, они начинают обучать. Вот если девушка сидит нога на ногу, вот если у нее красный шарф, там и так далее, ну, можете себе представить, да, такой кошмар. Давайте следующий слайд. Вот еще два задумчивых персонажа. Ну, особенно этот задумчивый. На самом деле, это два великих человека. Это два великих поэта Германии 13 века. Одного из них зовут Улья фон Лихтенштейн, второго зовут Вальтер фон дер Фагельвейде. И привел я их портреты из Маневского кодекса только потому, чтобы показать, что вот данное изображение в каком-то смысле является для Геральдики уникальным. Потому что именно этот рыцарь он первый придумал делать на шлемах такие сложные нашлемные фигуры. Естественно, что в реальном бою они не использовались, они использовались только в турнирных поединках. То есть там, где нет реальной стычки с неприятелем, и эти фигуры, естественно, не сильно мешают в бою. Изображена здесь, как вы думаете, кто? Девамалья. Спасибо вас, Господь. Здесь изображена Венера. Обратите внимание, она одета. Это не античная Венера, которую мы привыкли видеть как образец сексуальности и женственности. Это Венера, мистическая, средневековая Венера средневекового рыцаря, который служит любви. Вот посмотрите, вот его герб. Это то, что ему досталось от отца. Вот это то, что он добавил от себя. И вот этот цвет, который на поконе и на его верхней рубахе, он показывает то, что это рыцарь, служащий любви, служащий прекрасной даме. Это то, что он сообщает о себе. Понятно, да? Зеленый цвет – это цвет любви. При этом обычно задают дурацкий вопрос, почему валентинки красные. Если останется время, я на него отвечу в вопросах. Окей? Теперь вот этот вот товарищ. Сэр Вальтер фон Дорфагельвейде, ну, хер Вальтер фон Дорфагельвейде, гер Вальтер фон Дорфагельвейде, это уникальный человек, понимаете? Он один из первых возмущался от политики римского папства, порабощающий немцев, говорящий, что нужно платить подати Риму и так далее. То есть он один из тех, кто был еще до Мартина Лютера, который повесил свой знаменитый список на знаменитые ворота. Понятно, да? По-немецки кто-нибудь? Шпрехензадойч, нет? Как переводится его фамилия? Фогельвейде, что это такое? Он сразу поставил? А? Ну, да, но в современном немецком то же самое на самом деле. Птица в клетке. Вот что у него в фамилии есть, то он и нарисовал у себя на щите. Понятно? В этом заложена глубокая философская аллегория роли поэта в рамках тех условностей, в которых он живет. Понятно, да? Давайте следующий слайд. Вот. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Все вы помните, что было на щите и на шлеме у господина Плантагенета, который размахивал мечом, на первом слайде. Все вы помните, что было на шлемах и на щитах у предыдущих двух угрюмых людей, которые были нарисованы в Манесском кодексе, в Гиддельбергской рукописи. Вот посмотрите, к чему это пришло к началу 20 века. Это средний герб, большой еще пышнее. Там невероятное количество всяких разных деталей. И самое смешное заключается в том, что все они играют важную роль. Ну, более или менее важную роль. Вот здесь мы видим герб, собственно говоря, Венгрии и знаменитую венгерскую корону. Я весь этот слайд затеял ради этой короны на самом деле. Вот обратите внимание, видите, крестик погнут. В Венгрии была гражданская война в свое время. И люди пытались посадить на престол либо того короля, либо того короля. Корону постоянно выдирали друг у друга из рук в процессе ее перемещения по невероятным просторам Венгрии. Ну, огромная страна, вы же знаете, да? Там спрятаться-то негде, но тем не менее повоевать там нашлось место. Корону испортили, повредили механически. И чтобы навсегда люди поняли, нельзя свергать законную власть, нельзя воевать друг с другом, никогда нарисовали на гербе именно погнутую, испорченную корону. Чтобы все понимали, к чему это приводит. Приводит это к хаосу, к смертям, к морям крови. Никакие радионуклиды нас не спасут. Понятно? Понятно. Мы к этой картинке, если можно будет, еще вернемся. Мы же сможем потом назад, да? Конечно. Без вопросов. Тогда давайте следующий. Вот, собственно говоря, в этом слайде сконцентрирована информация о том, какие краски, цвета и какие основные эмблемы в геральдике приняты. Это очень скучная информация. То есть, для того, чтобы изучать это серьезно, ну, это нужно потратить море времени, нужно разбираться, там есть разные градации в разных геральдических и негеральдических фигурах. Ну, вот, например, смотрите, вот это герб Лондона, щит герба Лондона. Вот крест, он относится к так называемым почетным геральдическим фигурам. Глава вот в этом вот гербе рода фон Эш, она относится тоже к почетным геральдическим фигурам. Ну, опять же, вот это перевязь. Кто читал Дюма? 45. Ну, хотя бы фильм про королеву Марго кто-нибудь видел вообще? Бог тому, чем вы заняты вообще? Не понимаю. Вы что, и трех мушкетюров не читали? Слава тебе, Господи. Так вот это знаменитые лотеринские дрозды. Вот это вот. Вот это они, да, вот это они, собственно говоря. То есть это в гербе лотеринги вот так вот изображены так называемые мерлеты. Мерлеты — это так называемая покалеченная птичка. Вот обратите внимание, у них нет клювиков и нет лапок. Вот тоже птичка без лапок, и здесь только перья есть, а лапок нет. Это древняя достаточная эмблема, которая символизирует крестоносца, который получил увечья в крестовом походе, ранение увечья в крестовом походе. Наличие такого изображения в гербе гарантированно указывает на то, что человек является потомком крестоносцев. В частности, на гербе баронов де Кандильяк и на соответствующем логотипе автомобиля Кадиллак раньше было изображение герба этого барона, ну и там были вот такого рода мерлеты. Ну, современные дизайнеры это все дело нам испортили, они все заменили кубиками и полосочками. Современно, модно, молодежно. Так, значит, про мерлеты понятно, про перевязи главы и кресты понятно. Теперь коротко покажем основные эмблемы, которые называются негеральдическими. Почему они называются негеральдическими? Потому что они, вообще говоря, входят в культуру вообще. Они не привязаны наглухо к гербам. Те же самые грифоны, медведи, псы и розы, и лилии, они могут встретиться не только в гербе, они могут встретиться в декоре здания, они могут встретиться в произведениях искусства и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, в частности, естественные фигуры. Это медведь, ну, это практически герб Берлина здесь нарисован. Пес, я подчеркиваю, пес не собака. Женского рода в геральдике только лисица. Все остальные звери мужского рода. Ну, русалка еще женского. Это, извините, козел. Вот. А это так называемый домашний пес вздыбленный. Видите, у него есть ошейник на шее. Это эмблема верности. Другими словами. Так, здесь мы видим еще орла. Это герб моравии. он характерен именно тем, что он покрашен так называемой красно-белой шахматной доской. Это уникальная достаточно эмблема и достаточно древняя. Мы, к сожалению, про свои эмблемы знаем не так много. Но еще присутствует дерево, обратите внимание, оно сделано вместе с корнями. И гипертрофировано размер листьев, который показывает, что это за дерево. То есть, это не дерево вообще. В данном случае это конкретно липа. Оно же вот так скопировано абсолютно полностью? Ну, не совсем. Этот рисунок сделан вот тогда же, когда герб Австро-Венгрии был нарисован, где-то в конце 19-го, в начале 20-го века. Тогда еще фотошоп не очень был распространен. Вот. Просто художник старался. Обратите внимание, цветы. Это лилия, это роза геральдическая. Геральдическая роза выглядит именно так. И это понятно почему? По той простой причине, что, собственно говоря, рисовали ее с цветка шиповника, который является диким предком культурной розы. Понятно, да? И, собственно говоря, наши товарищи Йорки и Ланкастеры, которые поссорились очень сильно из-за королевского престола в Англии, они размахивали не голландскими розами на длинных ветках, они срывали с куста шиповника именно вот такие цветы. Там рос просто уникальный куст рядом. На самом деле, их там было два, но они вросли друг в друга, и поэтому было трудно понять, где начинается один, где заканчивается другой. И оба кусты, этот такой общий большой куст был усыпан красными и белыми цветами. И один герцог сорвал белый цветок, другой герцог сорвал красный и сказал, я под этим символом разобью тебя, а я тебя разобью под этим символом. И с тех пор война алой белой розы является неотъемлемым атрибутом почему-то российской истории. Между этими цветами есть очень важная связь. Дело в том, что лилия в чистом виде она является цветком Богородицы, цветком девственности, невинности, девичьей красоты, целомудрия и так далее, и так далее, и так далее. Именно в этом контексте она изображается чаще всего на картинах, изображающих Богородицу. Она сидит с букетом лилий и так далее, и так далее, и так далее. Но если лилия золотая на синем фоне, на фоне лазури, то это герб Франции. Понятно, да? То есть это королевская лилия Франции. Роза? Что? Роза обычно... Если лилия на плече выжина, то в чем? Ну, почему она выжина на плече? Потому что это государственный герб, понимаете? То есть на человека штамп поставили, преступник, все. То есть это сама по себе лилия ничего такого не означает. Это просто элемент казни. Роза изображает красоту женщины, красоту с шипами, которая имеет опыт и может за себя постоять. Вот разница между двумя этими цветами. Понятно, да? Ну и еще один момент. Есть среди так называемых естественных геродических фигур, я подчеркиваю, естественных, тех, которые существуют в природе. Есть такой раздел. Высшие силы и святые. Вот пример. Это герб города Минска, столицы Беларуси. Здесь мы видим ангелов, херувимов и Богородицу. И, собственно говоря, этот герб я сюда поставил еще по одной причине. Единственное, более-менее приличное изображение геральдического пурпура дано именно здесь. Это вот платье Богородицы. Это так называемая пятая краска в геральдике. Ну, есть еще четыре, как вы поняли, да? И все вы их здесь видите. Вот это червленый цвет или красный. В российской геральдике принято говорить червленый. Ну, вы все же читали слово полка Игоря. Вы же помните эту знаменитую цитату «Русичи червлеными щитами поле перегородиша», да? Ну, вот червлеными щитами. Вот червлен. Есть лазурь. Причем, обратите внимание, это лазурь, это лазурь, это лазурь и это лазурь. То, что они отличаются чисто визуально, роли большой не играет. В любом случае, в описании будет сказано лазурь. Понятно, да? Дальше. Есть чернь. Вот черный цвет. Это цвет этой головы. Цвет медведя. Есть зелень, ну, или изумруд. Это в гербе Уэльса зеленая, нижняя половина щита. Пять красок все посчитали? Да? Красный, синий, черный, зеленый и пурпурный. Посчитали. Есть еще два металла. Это золото, желтый цвет, соответственно, да? И серебро. И вот гербе Лондона. И, соответственно, вот. И обратите внимание, здесь нигде нет, чтобы желтенькое на беленьком или беленькое на желтеньком находилось. Видите, да? Вот, собственно говоря, это изображение единственного жестко написанного правила геральники. Нельзя накладывать металл на металл и финифт на финифт. Только финифт на металл или металл на финифт. Ну, финифт краска это одно и то же. Понятно. То есть, металлическое изображение должно находиться на финифтяном поле. Или же наоборот. Соответственно, финифтяное изображение должно находиться на металлическом поле. Это единственное строгое правило С чем оно связано? Что? С золотом, ошейник получается Нет, ошейник он на собаке, надет он является частью собаки А, можно? Да, можно Вот ухищрения есть везде Так вот, это к вопросу о лекции о компьютерном зрении Понимаете, это сделано для того, чтобы человеческое зрение более четко идентифицировало На большом расстоянии изображение той или иной эмблемы Потому что если мы желтое на золотом нарисуем, белое на золотом нарисуем Ну, это будет не очень хорошо идентифицируемое изображение уже с расстояния нескольких метров Понятно? А вот клык золотой, да Это? Нет, нет, выше Это? Это часть серебряного кабана А, это кабан? Да, это кабан, вепрь Да, вот он такой интересный Это у него вздыблено Это не страшно Вся вместе эмблема читается следующим образом Серебряный кабан в лазурном поле Но у кабана есть червленый язык и золотые клыки, золотые копыта и золотой гребень Ну, это вздыбленная шерсть нарисована таким образом Вот Кроме цветов, есть еще так называемые меха Ну, как без мехов-то, да? Мехов в геральдике два вида Вот они оба здесь нарисованы Вот это беличий мех Так изображается Это очень сильно стилизованное изображение На самом деле предполагается, что оно состоит из беличьих шкур Чередующихся между собой И есть изображение горностаевого меха Ну, это герб провинции Британии Соответственно, герцогов бритонских Ну, той Британии, которая во Франции Это один из самых простых гербов, которые есть вообще на свете сейчас действующих Проще только герб небезызвестных Рольфсельдов, у которых просто красный щит Ну, как следует из фамилии А вот у герцогов бритонских щит просто покрыт горностаевым мехом Ну, разумеется, есть лев, который его держит Все остальное – прекрасные, замечательные элементы Так, и есть еще вот эта вот эмблемочка маленькая Это меч в гербе Лондона Это пример так называемых искусственных фигур Которые фигуры, то есть это изображение эмблем, которые сделаны Изображение вещей, которые сделаны руками человека Размеры вещи не имеют значения Это может быть меч, может быть целый город, а может быть космический корабль, что угодно Понятно, да? Понятно Давайте следующий слайд Вот эта таблица нарисована здесь для того, чтобы вы поняли всю бездну человеческого тщеславия Вот эти странные люди, которые учат нас жить, понимаете Они с помощью вот таких корон показывали в своем гербе свой титул Причем вот эти тонкости, различия между виконтом и графом Принцем крови и непринцем крови, понимаете Они все здесь изображены Более того, это малая часть Всего их там больше трехсот известных корон В российской геральдике в этом плане самые бедные Там около десятка всего используется корон разных А вообще их очень много Причем есть короны прибалтийских баронов Есть короны просто баронов в Российской империи Они это разные короны Это четко видно по гербе Где, какой титул у человека Где он его получил В Прибалтике, то есть он немецкого происхождения барон Или он его получил в России от императора Это русского происхождения барон Но это только в нашей геральдике Во французской геральдике все значительно сложнее То есть вы поняли, да, объем? Здесь еще приведены следующие вещи Вот обратите внимание на вот это скромное изображение Это так называемая венская корона Это элемент германской геральдики Причем это элемент, который свойственен для геральдики Так называемой помирании И в районе Штальзунда Острова Руян И так далее, и так далее, и так далее Если вы посмотрите внимательно на топонимы на этой карте То есть возьмете, осмотрите всю помиранию Вы удивитесь, как там много славянских топонимов Это на самом деле наши древние земли Именно оттуда славяне переселялись в Новгород Под давлением бурно развивающейся немецкой цивилизации Которая получила от Рима католичество И понятие о устройстве регулярной армии И устройстве империи И начинала вытеснять достаточно диковатые Ну в хорошем смысле диковатые славянские племена Из так называемой помирании Помирание это немецкое произношение слова помория Точно так же, как Штальзунд Это немецкое произношение названия города Стрелец Да, и собственно говоря, когда говорят о том Что Николай II был чистый немец Это вранье По той простой причине, что он происходил Именно из этой Мекленбургской династии Которая имеет древние славянские корни И которые имеют право на вот эту корону И этой короне порядка полторы тысячи лет Она, собственно говоря, найдена Она существует в виде изображения И в виде печати Да, печати, оттеска Тут на примере герба города Парижа Я бы хотел показать вам так называемую городскую корону Видели все монетки 10-рублевые с гербами? Попадались кому-то на сдачу? Вот среди них есть монетка с гербом Ростова Которая никогда не видела наша городская дума Да, есть такая монетка Вот там тоже изображена подобного рода корона Выполненная как бы из кирпича То есть корона изображает на самом деле городскую стену Это очень простая, понятная аналогия Еще в гербе города Парижа Я бы отметил изображение корабля Это еще один пример искусственной фигуры А вот это герб небезызвестного герцога Дори Шелье Кардинала Франции Ну трех мушкетеров-то читали То есть как бы все говорили, да Вот это его, да В нашем фильме про этот герб ничего нет Но во французском фильме он присутствует в полный рост Вот здесь вот у него изображены так называемые почетные геральдические фигуры С числом аж три, называется стропила Кардинальская шляпа Количество кисточек указывает на то, что это именно кардинал А никто бы то ни был другой И крест с двумя перекладинами в российской геральдике Понимаемый как патриарш И он указывает еще раз на то, что это человек в ранге епископа То есть понятно, насколько это информативное изображение, да? А сверху это шапка или что? Ну это шляпа кардинальская, да Вот это герб русского княжеского рода Он принадлежит князьям Долгоруковым На нем тоже масса информации То есть здесь он приведен для того, чтобы продемонстрировать так называемую мантию Вот которая окружает щит и указывает на княжеское достоинство владельцев данного герба И что интересно, вот мантия вот таким образом сформированная Она символизирует палатку, рыцарскую палатку походную То есть она изображает именно палатку Есть еще сени, то есть когда имитируется купол Сень символизирует шатер То есть как бы более богатого, более высокопоставленного воина И поэтому сени, они не встречаются в княжеских гербах Они встречаются только в королевских и императорских гербах Ну вот товарищи Долгоруковы, они нам четко показывают о себе Мы происходим от Черниговского князя Наша ветка Рюриковича идет от князя Черниговского Мы имели право на владение киевским княжеством И наши родовые знаки вот такие, собственные Понятно? Ну и русская княжеская шапка сверху нарисована То есть, обратите внимание, герб дополняется головным убором, шлемом или какой-то короной Может обрамляться венком, может обрамляться орденскими лентами со знаками соответствующих орденов И может еще дополняться вот такими изображениями В данном случае, ну про Генриха-то восьмого Все слышали, да? Ну известный был персонаж, да? Восемь Много у него жен было, короче Дядька был серьезный Чего хотел? Человек хотел оставить наследника престола Ну так получалось, что либо девчонки рождались, либо умирали сыновья И вот одно из его эмблем, которое не являлось родовым гербом, а его собственной эмблемой Он был спортсмен и рыцарь, это был серьезный человек Он избрал вот такое вот изображение Это решетка замковых врат Порт-кулис по-английски Вот Она до сих пор печатается на некоторых английских монетах На каком-то количестве пени, по-моему, она присутствует И является одной из реликвий, собственно говоря, королевского дома Англии Вот такие эмблемы изображаются обычно вот под щитом Если они прославились В частности, под гербом Великобритании изображен лук-порей и роза тюдоров Именно в качестве вот таких вот негласных гербов Ну и вот, собственно говоря, корона Не мог я ее не привести Ну как Джордж Буш говорил Про Кандали Зурайс Она такая же китайская, техасская девчонка, как и я Вот Мы все ростовчане, да, и ростовчанки Вот такая корона полагается ростовскому гербу Это древняя царская корона Это уникальная совершенно корона в российской геральдике Которая использовалась только для определенного типа гербов И, собственно говоря, неизвестные люди Какими-то своими решениями Нас этой привилегии лишили Город не заметил потери бойца Ну что поделать Она, в общем-то, ничем таким не примечательна, кроме одного Ну вот обратите внимание Она выглядит почти так же, как вот эта Ну вот это обычная дворянская корона Она и в России дворянская корона считается, и во Франции Но здесь есть крестики на так называемых жемчужинах Видите? Корона эта легендарна Она по легенде была изготовлена, разумеется, в металле, в драгоценных камнях И подарена византийским императором первому московскому царю Поэтому она называется древняя царская Это очень важный акт Тем самым византийский император признавал, что великий князь московский стал царем То есть его уровень, ранг, повысился, по сути дела, на порядок Понятно? И в российской геральдике эти короны были допустимы в городском обращении Ну и не могу не сказать несколько слов про вот это изображение Оно здесь помещено для чего? Для того, чтобы четко продемонстрировать наличие намета Вот эта вот тряпочка, развивающаяся, называется намет Удерживаемого короной И на шлемное изображение, которое дополняет изображение щита Это польский герб доленга В Польше гербы имеют свои имена Здесь, как видите, изображена подкова Про подкову два слова Не могу не сказать опять же Подкова это самая распространенная эмблема воина-всадника Не землепашца У крестьянина не хватало денег на то, чтобы коня подковать А у рыцаря хватало Более того, для рыцаря это была принципиально важная забота Потому что, ну как это сказать, это тюнинг такой То есть конь быстрее ездил Так А, еще Вот Эта штуковина называется бурелет Грубо говоря, это такая повязка, сделанная из двух-трех матерчатых трубок В которой по, так сказать, правилам набивается сырая овечья шерсть Потом полученным обвязаловом укрепляют на шлеме вот этот намет И мы получаем снаряжение, которое крестоносцы позаимствовали у своих оппонентов в Святой Земле Почему они позаимствовали? Там, знаете ли, очень жарко Там невероятно жарко Вот теперь представьте, что идите вот в таком вот на голове А снять его страшно, потому что, ну, война вообще-то ведет Ну, как быстро закипят мозги в такой кастрюле Единственный выход остается надеть на голову смоченное полотно в воде И укрепить его тем самым бурелетом Плюс ко всему, ну, получается очень удобно Потому что скользящие удары меча гасятся За счет того, что эта штука проворачивается вокруг головы Стрелы вязнут, не проникают в шею между шлемом и верхней кромкой кольчуги Ну, есть расстояние небольшое Ну, масса пользы, в общем Стало это достаточно технологическое явление природы Стало элементами геральдики Естественно, что вот эти вот трубочки из шерсти, тряпочки Окрашены в цвета герба Ну, в данном случае французского Естественно, что и это окрашено в цвета герба Вот обратите внимание, здесь художник сделал нам очень такой интересный сюрприз Он так нарисовал синий цвет, лазурь и серебро Что понять, где кто, очень сложно Нужно просто знать, как описывается герб На самом деле поле щита синяя, а подкова серебряная И вот за счет этого кажется, что однотонный намет На самом деле он сверху синий, а подбит он серебром Запутал, да? Давайте следующий платье Легче, чем с платьем, на самом деле Легче, чем с платьем Да, потому что цвета-то линейные Они не мучают друг друга Давайте следующий Вот этот раздел неизбежен Почему? Потому что В распространенном мнении у людей следующее Что вот если в гербе нарисована какая-то закорючка То она чего-то обязательно значит Вот вы знаете, оказывается, не всегда То есть в данном случае происхождение вот этой эмблемы Грубо говоря, туманно Что она означает, мы тоже не знаем Я целую статью написал о том, что она может означать Ну, статья небольшая, правда Вот, но тем не менее Что вот это означает, я даже представить себе не могу Некоторые польские следователи считают Что это вязаные руны, так называемые То есть это руническая надпись Составленная из нескольких рун В один знак Может быть, не исключено Вот это совершенно непонятно, что это На эту тему даже споры ведутся Потому что это не просто чей-то щиток Это щит Гедемина Это щит польско-литовской династии То есть это очень серьезный щит Он принадлежит очень влиятельным дворянам Которые живы, к счастью, до сих пор И вот что он означает, непонятно И вот такие изображения в Геральдике называются Энигматическими, то есть неговорящими, да? Незначащими И есть одна маленькая оговорка Да, мы не можем прочитать значение Почему вот этот крест делан вот таким вот Что он изображает? Да, мы не можем понять, что здесь изображено Но исключено, что владельцы герба знают, что это означает И намеренно не разглашают, потому что это их право Понятно? А? Смысл молчать? Чтобы все гадали? Ну, смысл, трудно сказать смысл Вы знаете, неисповедимы пути человеческой мудрости, понимаете? Или особенно человеческой глупости Вы должны объяснить окружающим, кто перед ним Вы абсолютно правы В данном случае эти символы работают как знак свой-чужой Они четко объясняют Что, о, вот эти странные закорючки, это Генемин поехал Понимаете? То есть чисто визуальное узнавание, да Опять же, к вопросу Нужно идентифицировать и потом отслеживать Вот мы его идентифицировали О, это Генемин А что он там имел в виду? Осталось за кадром Понимаете? С буквами немножко сложнее Вот это герб Папы Римского Иоанна Павла II И он здесь приведен по двум причинам Во-первых, я хотел бы вам показать вот эти вот ключи Которые расположены за щитом Крест-накрест, бородками вверх Один золотой, один серебряный С одной стороны, это чисто искусственная фигура Ключ — это нечто, сделанное руками человека С другой стороны, это непростые ключи Кто знает, чьи это ключи? Папа Святого Петра Абсолютно верно Это ключи Святого Петра, причем от Рая Не оба отчего Это, и вот папская тиара Да, папская тиара Это то, что указывает на титул человека Он является Папой Римским А это его личная эмблема И вот с личной эмблемой Польский геральдик, который состоял Знаете, что он Папа Иоанн Павел II По происхождению поляк И когда он стал кардиналом Ему стал полагаться по определению Личный герб Этот герб ему был составлен Найдено было достаточно оригинальное решение С немножечко смещенным крестом И для порядка нарисована еще одна эмблема И вот эта эмблема в чистом виде Представляет собой литеру М И символизирует Деву Марию Естественно, что польский геральдик, который это сделал Подвергся массовой критике Почему? Потому что считается, что буквы в гербе Без очень серьезного обоснования Использовать нельзя Это дурной тон По очень простой причине Любая эмблема и любой символ Они означают значительно больше, чем слово Это более могучий язык Понимаете? Это язык, который говорит сразу целыми понятиями Не просто отдельными словами А представлениями, идеями И использовать в гербе такой простой инструмент, как букву Ну, я не знаю Но это все равно, что Ну, взять клавиатуру и помешивать ей суп Примерно то же самое Но, тем не менее, имеет право на жизнь А вот буквы в щите совершенно другого происхождения Это герб города Рима И все вы знаете, естественно, уже культурные люди Что означают эти буквы, да? И сколько им тысяч лет на самом деле, да? Ну, а друг от друга, друг от друга из Рима Это сенат, народ, свободный Рима С такими значками на вексилах Римские легионеры поставили Не будем говорить в какую позу Практически всю Европу И даже чуть-чуть больше И могли бы пойти дальше Ну, не знаю Что-то им помешало залезть на нашу нынешнюю территорию Что-то помешало Не будем уточнять Еще один пример буквы Заодно пример цифры Цифра в данном случае римская Это вензель Петра I И он расположен в гербе города Петергофа И вот это тоже обоснованное применение букв в геральдике То есть в данном случае речь идет о создании города И о создателе города В родовом гербе это может быть связано с тем Что тот или иной император или король Пожаловал там дворянское достоинство Там герцогское достоинство и так далее И так далее, и так далее И это может быть отражено на определенном поле в гербе Ясно? С этим вроде все понятно Ну что, давайте дальше Герб относится к стилю эпохи Чем отличается герб от логотипа? Или от товарного знака? Товарный знак один раз нарисован в кривых Четко показаны все радиусы, углы, диагонали Все посчитано И соответственно защищено патентом Герб это по сути дела Некая живая субстанция Он развивается со временем Вот здесь вот в верхней линии Ну вообще здесь на всем этом слайде Представлен герб один и тот же на самом деле Это герб королевства Чехии Чешского королевства Ну в данном случае Чехословацкого Коммунистического королевства Везде изображен один и тот же двухвостый чешский лев Вздыбленный золотым языком И золотой короной, золотыми когтями Это один и тот же герб Практически везде одна и та же нашлемная фигура Но вот это ранняя готика Поздний романский стиль Вот это готика уже в чистом виде Вот это зрелая готика Обратите внимание, как меняется стилизация изображения Этого самого льва Вот он в готической форме Практически лишен гривы И выглядит таким Более агрессивным Да, это уже Ренессанс, возрождение И вот это уже начало 19 века То есть это ближе к классицизму А это коммунизм? Это коммунизм, да, вы абсолютно правы Это социалистический реализм в чистом виде И знаете, в чем заключается социалистический реализм? А? Нет В форме щита Это форма щита, которую использовала простая пехота Во время гусицких войн Называется он павеза То есть за него прячется арбалетчик Рыцарь таким щитом невозможен По той простой причине, что он слишком громоздкий И он рыцарю неудобен А это щиты рыцарские И они показывают, что есть король Есть князь, есть полководец Который отвечает за нас всех Он отвечает Вот у него поэтому корона на шлеме Корона — это разновидность кольца То есть если взять такой объект Который практически у всех у нас есть Кольцо, да? Кольцо, браслет, корона, пояс Это все один и тот же символ Который символизирует связь И в данном случае корона — это символ, символизирующий связь между Богом и народом, которым управляет король И именно этот король творит историю Руководя своим народом Не сам по себе, а руководя своим народом А здесь сказано — нет Историю творит народ И никакие короли ему не нужны Понятно? Это же корона на щите у него Нет, это не корона Нет, это похоже Это герб Словатии советской И это Словацкие горы А это партизанский костер Партизанский костер Партизанский Вот прям вот сверху, одно и то же Ну, художник так видит А звезда обозначает? Ну как звезда обозначает? Звезда — это общий советский символ, который... В Америке тоже звезда, но там есть Вы абсолютно верно говорите Но в данном случае это не просто звезда В Америке совсем другие звезды В Америке серебряные звезды в синем поле А здесь у нас червленая звезда с золотой каймой в червленом поле Это чисто советский знак То есть цвет имеет значение Ну, это современный герб Той же самой Чехии Но здесь уже, как видите, здесь демократический реализм В полный рост присутствует Ну да, королевство-то называется Чехия, вот он два раза показано Да, мы чехи Для симметрии Нет, на самом деле, смотрите Вот эта часть щита Вот эта вот Это самая высокостатусная часть щита Это правый верхний угол так называемый Правый почему? Вы все смотрите на меня и думаете Сено-солома надо привязывать Нет, это именно правый верхний угол Почему? Потому что на изображение мы смотрим от зрителя Но данное изображение смотрится от того, кто якобы держит щит То есть это его щит Поэтому мы от него смотрим Понятно, да? И обратите внимание Лев развернут в правую сторону щита То есть если человек его держит левой рукой Как положено Представьте себе Лев смотрит туда же, куда смотрит рыцарь, который держит щит То есть это на самом деле очень важно Это герб Великой Моравии О которой вы уже знаете А это герб Силезии И тем самым современное Чешское королевство В форме Народной Демократической Республики Заявляют У нас демократия, у нас все хорошо Все равны Что за безобразие выставили? Это не безобразие Это его собственно родовое своеобразие Ну просто так Я не раз не видел, чтобы у животного хвост разбавилось Да, вы видели животное с таким языком? Смотрите Вот в этом заключается самый главный секрет вот этого языка Которого я говорю вам признательно отдельно За то, что вы язвите над моим львом Нет, я не знаю Так вот А? Ну конечно Ну я же его принес сюда Он со мной пришел Мы вместе В этом заключается отличие эмблемы Изображения стилизованного От изображения натуралистичного Можно нарисовать на гербе льва Очень натуралистично Это будет изображение конкретного льва По имени Василий Живущего в таком запрашском зоопарке Это никому не интересно В данном случае лев изображает именно то, что мы думаем о львах Понимаете, что это царь зверей Что это могучий, отважный, храбрый зверь Понимаете? К реальному льву все эти наши хотелки Зачастую не имеют никакого отношения Как вы понимаете Лев может быть трусливым совершенно конкретно Более того, любая львица может поставить его на место Никакого не царь зверей Зебры об этом вообще без понятия Что лев у них царь зверей Понимаете? Им вообще поровну У них свой вожак у стада есть Шакалы вообще на семи смеются, ходят Понимаете? Но мы знаем, что лев царь зверей И здесь мы видим на самом деле Два древних славянских знака Которые символизируют разный тип вождя Понимаете? То есть если лев это отважный воин Бросающийся в бой То есть это король-рыцарь Король-воин, король-витязь То это король-политик Он дальновиден Он видит все издалека Он парит над миром Он контролирует детали Понятно? Вот В этом, собственно говоря, разница И, собственно говоря, смотрите Я на эту Моравию лишний раз кликаю Знаете почему? Вы все слышали, что у нас алфавит называется Кириллица, да? А в честь кого? Кирилла Кирилла Кирилл и Мефодий где жили? В Великой Моравии Тогда это был центр славянского мира Когда они придумывали этот алфавит Серьезно? Да? В Киеве было еще все напряженно Нет, не в Киеве Киев тогда был диковатым местом Которое мало кого интересовало Ну да, история повторяется Да, то есть там сейчас аскольд и дир, понимаете? Скоро придет туда Олег Не будем называть, как его зовут на самом деле Ну да, все мы его знаем И наведет нам порядок, я надеюсь Так вот Да, кстати Раз уж возник вопрос такой про Киев Все говорят Вот Киев, мать городов русских Вы понимаете вообще эту фразу? И откуда она взялась? Вот ни у кого не возникает вопроса Во-первых, почему так и мать? Потому что это одесса Ну да Почему мать? Почему не отец? Киев, он Потому что Ростов Возможно, потому что рожает мать Ес А управляет отец? Ну рожает мать А управляет отец? На самом деле Товарищ Олег был грамотным человеком Это был один из светочей своего времени И он совершенно замечательно владел В том числе греческим языком А в греческом языке Город она И поэтому он сказал Киев это моя Метрополия Мать городов Понятно? То есть Киев это тот центр Из которого я буду Всеми своими городами управлять Не более того Понятно? Понятно Давайте следующий слайд Еще два герба Которые показывают Что такое стиль в Геральдике Вот это совершенно прекрасное изображение На мой взгляд Разумеется Искушенный Это изображение Оборона фон Унгерн Ну в том числе Знаете В одного такого оборона Который в Монголии воевал В гражданскую войну Изображение выполнено в стиле Арт-нуво То есть Это для Геральдики достаточно редкий стиль И это Поздний классицизм Это уже начало Начало 20-го Конец 19-го века Это тот же самый Герхард Штрохль Который рисовал Большой герб Австрии И так далее А это и есть герб Помераний Кстати говоря В немецком варианте Ну вот этому грифону Который на гербе Помераний Изображен Ему полторы тысячи лет Его славянские князья Изображали у себя на печатях Еще тогда И он до сих пор жив В качестве герба Помераний А вот это собственно говоря Два человека Которые здесь стоят Они держат щит Видите Они находятся в подчиненном положении Относительно щита Один закон в доспехе И смотрит направо Налево Относительно герба И направо Относительно зрителя Другой практически раздет Он имеет повязку Только набедренную Ну и зато Мускулатуру хорошую Вот это Классическое изображение Так называемого дикаря Ну а это естественно Классическое изображение рыцаря Что? И вот Этот дикарь Символизирует Те самые дикие славянские племена Дикие славянские племена Которые сражались С вот этими Блистательными джентльменами Которые вытеснили их оттуда И теперь там вместо Стрелецка Находится Штральзунт И вместо Липецка Находится Липецк Понятно? Это изображено в гербе Для чего? Прежде всего В назидание потомкам Товарищи потомки Товарищи мои потомки Говорит этот рыцарь Помните Что нам пришлось сделать Чтобы вы здесь жили спокойно Товарищи потомки Говорит этот товарищ Помните Что с нами сделали Вот эти И там этих потомков Вот этого вот Осталось совсем немного Маленькая такая область Называется Лужица Ну там озеро маленькое Оно называется по-славянски Лужица И вокруг живут Лужицкие сербы Ну там их чуть-чуть Кстати слово серб Происходит от Древнего слова серб Которым Собирали пшеницу Это была передовая технология 2000 лет назад Давайте следующее Геральдика Обычно считается Забавой снобов Ну вы же видите Какой я сноб Вот Вырождающихся Аристократов Чего? Нет, вы со мной общаетесь Ничего, все нормально Привилегированы Но Геральдика Разомкнута на будущее Разомкнута на новое И вот здесь Представлены Три варианта Нового Которые появились В Геральдике В конце 19-20 веке Ну прежде всего Ну все вы знаете Я надеюсь Что это герб СССР Да Какой он мощный Поставил со всеми Передущими У меня же С детства Дотрошил Я являю паспорт Увидел в первый раз До сих пор Это чувствует Советский отца Вот Что говорил Так вас зовут Извините Я забыл Михаил Сэр Михаил Проявлениями То есть Понимаете Я хорошо помню Это время Но я старый уже пенек Поэтому я помню Хорошо Я родился в СССР И более того Я служил В пограничных войсках ЭГБ СССР Вот Я охранял границу СССР Для меня это было очень важно Я это хорошо помню И я помню Как мы в 90-е годы Радовались Что теперь-то у нас Наконец-то наступит Вторая Российская империя Понимаете Мы идиоты Этому радовались Мы не понимали Что СССР Это нормальная логика Развития империи А? В 93-м Тогда мы уже поняли Что что-то важное ушло Понимаете Что-то очень важное ушло Чем уникален этот герб? Первый герб СССР Составленный при дедушке Ленине И составленный И когда уже был придуман Этот самый серп и молот Вот Ну да На языках республик Он имел щит Причем щит он имел Как это не смешно прозвучит Немецкий То есть он в Геральдике Назывался германским Этот щит Это такой архитектурный Картуш Витиеватый В гербе РСФСР В гербе Украины Так и остался Советскую Украину Я имею ввиду Вот Потом когда встал вопрос О том Чтобы создать герб СССР Люди посовещались И решили Что нужно составить Нечто экстраординарное Что главным является В Геральдике В Геральдике Западноевропейским Самым главным элементом Является щит И то что на нем нарисовано Не будет щита в гербе СССР Обойдемся без щита И сделали без щита Но на самом деле Да Рисунка щита здесь нет Но вот это пространство По сути дела Выполняет его функцию Но Нечто новое В европейской именно Геральдике Было положено И потом Это породило Целую эпоху Бесщитовых гербов Которые были характерны Для стран Варшавского договора Входивших В сферу влияния СССР Причем При этом От правил Геральдике Они не отказались Потому что вот такое солнце Оно в Геральдике называется Именно восходящим То есть И в описании герба СССР Прямо сказано Земной шар Освещенный лучами Восходящего солнца Понятно Да? То есть Учтены были правила Серп и молот Это один из самых уникальных Знаков Который порожден Был советской Цивилизацией Именно советским этапом Цивилизации Смысл Который у него закладывается В принципе Прозрачный и понятен Это союз Крестьян И рабочих Да? То есть Две производительные силы Которые есть В нашей стране Они и сейчас Их только две Ну Ребята Ну все мы сидим В офисе Наверное Да? Кто-нибудь Работает в поле Вообще Вот из вас Есть Я вас уважаю Вот А на заводе Есть кто-нибудь Кто работает? Два человека Ребята Кто остальные Кто такие мы? Мы сидим И лоботрясничаем Ну ладно Хорошо Мы делом занимаемся Но Производят-то они Вот их двое Они производят Мы потом То что они сделали Мы потом Это мы находим Применение Мы это правильно Продаем Мы это правильно Пропагандируем В интернете И так далее И так далее И так далее Но Производственные силы Именно вот эти два человека Плюс еще ученый Который Двоих тоже тут сидит Которые тоже делают так Чтобы они производили лучше Это понятно? На самом-то деле Вот это и тут И тут и просимволизировано Вот они двигатели Прогресса Понимаете Серп и молот Но сделали они Одну большую ошибку При этом Потому что у серпа и молота Есть значения Которые сложились Задолго до того Как появился СССР И бесценные умные люди В лице дедушки Ленина Испортили нам Российскую империю Молот Это один из древнейших символов Он изображался Как атрибут Очень мужественных Отважных богов Ну молот Тора Все слышали Это самый простой пример Был еще один такой Мужественный Отважный бог Он назывался Гефест Это древнегреческий бог Который ковал Доспехи Ахиллу В том числе Он был хром И несчастен Более того Он был несчастен в любви Потому что злые боги Женили его насильно Практически На той самой Афродите Которая стала Венерой В древнеримском исполнении Но она естественно Не отличалась супружеской верностью Это была не самая сильная Ее сторона Но зато она Зато она была красивая женщина Так вот Молот Это олицетворение мужской силы Во всех ее проявлениях От силы интеллекта До извините телесной Понятно? А серп Это изображение Орудия жертвы Принесения в жертву Потому что срезание колосков Это тоже принесение колоса в жертву Друиды серпом Такие вещи вытворяли Затейники Что это какой-то был ужас Просто Они если бы Одну амелу только срезали Они вместе с амелой И все срезали Так головы не срезали Они как раз Они срезали То чем к сожалению Чаще всего думают мужчины Вот Под корень причем В Индии срезали То же самое Тем же самым То есть серп Это орудие Принесения в жертву В рыцарском гербе Серп символизирует Победы Результаты Достигнутые упорным трудом И большой кровью Понятно? Ну мы здесь видим Изображение Не союза рабочих и крестьян А тут Извините серпом Не будем продолжать По-другому можно нарисовать Более того Если вы посмотрите внимательно Старые советские фотографии Вы увидите Что часто рисовали их вот так Вот так вот расположен серп И в него включен как бы молот То есть между ними Нет уже вот этой вот конфронтации Понятно Много о гербе СССР Пардон Почему именно так? Не Россию А не больше А Расск Весь мир будет жить по-новому Под серпом и молотом Да Или серпом Понимаете ли Да Я бы чуть поверну Ну видите ли Здесь как раз Москва расположена Под серпом Ну где-то там Да То есть она под него и попала В первую очередь Идеология которая была в СССР Сама по себе Не обязательно является неверной Понимаете Идеи о построении Социально ориентированного государства Они сами по себе Очень даже неплохи И они имеют большие перспективы Потому что все Мы уже на своей шкуре убедились Что капитализм И невидимая рука рынка Это фантастика Ну это мифы Это фэнтези Понимаете Это рабыня из аура Я не знаю что это такое Ну Конечно Ладно не будем спорить Фантастика я считаю Но это мое личное мнение Вот Фантастика почему Потому что он не дает Человечеству дальше развиваться Понимаете То есть он Он вреден виду Ну понимаете Муравьи радостно могут Это самое Если вы им насыпете сахар Вокруг муравейника Они его радостно будут Тащить в себя муравейник Понимаете Если он при этом будет радиоактивным Хана будет этому муравейнику Понимаете Хорошо А если под контролем Тут тащить туда По приказу Это нормально Вот По приказу Это не про социализм Это про другое Не про коммунизм Это про конкретную версию Его воплощения Не надо путать Нельзя Поэтому выходим за рамки Извините Синдер Синдер Майя Которая окружила Невидимой защитой королевства Вот Это герб короля Финрода Филагунда Это герб Феонора Из-за которого Все это началось Да Совершенно верно Там именно Сильмариль изображен В центре В самом Вот Это японские гербы Это тоже не совсем гербы Это нечто другое Это ближе к знаком собственности С другой стороны Это ближе к декору костюма Понимаете То есть это все родилось Именно как элемент Декора костюма Изначально Но потом это стало Знаками воинской доблести И так далее Это герб Небезызвестного семейства Такугава Это план Осана И это соответственно Императорский герб Который стал гербом Японии Это золотая хризантема Знаменитая Опять же Все включается В теорию Совершенно Спокойно И лаконично Последний слайд Этого человека Зовут Джон 117 Его придумали Американские технологи Которые придумали Гало Хала Игру Хала В которой Воин Спартанец Вот он Спартанец Да Является Передовой разработкой Военной техники Это типичный рыцарь Понимаете Более того Я не играл в игру Я читал книги про него Потому что Меня просто заворажил Этот мир Ну он очень красивый Это отдельный разговор Это типичная Западноевропейская Легенда Которая Является Плотью от плоти Легенда короля Артура Это Персиваль И у него даже есть Собственный Грааль Понимаете У него там В шлеме чип С этой самой С картаной Да Которая является По сути дела Граалем Это некая идеальная Это некая идеальная женщина Некая идеальная сущность Понимаете Вот И обратите внимание Вот у него на плече нарисовано Знак того Что он является спартанцем А это шлем Коринского типа А верните мне первый слайд И это все Вот такой вот Назад Назад Ну да Второй Это первый Это обложка Вот он Только это афинянин А то Спартанец Обратите внимание Я специально поставил Что они смотрят В одну сторону С королем Тот спартанец Смотрел туда же Куда и король Этот смотрит в другую сторону Это был продукт Моего мощного Интеллектуального мышления Потому что С точки зрения зрителя А не с точки зрения Геральдики Он смотрит на восток А тот смотрит на запад Потому что мы пишем Абсолютно верно Краткое резюме Символы имеют значение Эмблемы и символы Обладают мощной властью Над всеми нами Если мы их правильно используем Они работают на нас И вот ответ на этот вопрос Победят ли нас машины или нет Не победят По одной простой причине Если мы сможем сделать так Что машина будет иметь Честь Совесть Мотивацию И отвагу Тогда они будут нами Но если у них всего этого не будет Победить нас будет невозможно Ну слава Брюсова и знаменитая Только доблесть бессмертно живет Ибо сильные Славны вовеки У меня все Ну не спрашивайте мне про коммунизм Я вас умоляю Сердце Валентин Зеленый цвет Пожалуйста Червленый цвет Геральдики Красный цвет Это означает Отвагу Мужество И бесстрашие Это три совершенно разных понятия Они на Наше современное ухо Испорченное английским языком Примитивным Ненастоящим английским языком Компьютерным английским языком Они выглядят синонимами Нет Это разные совершенно понятия Потому что Отвага Это связано с долгом Храбрость Это свойство побеждать страх А бесстрашие Это отсутствие страха То есть бесстрашие Это не исключено Что отклонение А вот Храбрость Это уже держание страха Под контролем Всем страшно Спросите у любого спецназовца Вот девушку спросите Вот она Каждый день имеет дело С радионуклидами Ну в виде формул Ладно Не важно Ей страшно Конечно страшно Страшно же Ну бывает да Но она берет себя в руки И побеждает этот страх Поэтому она Храбра Понятно Если бы у нее не было страха Она была бесстрашной Объяснил да Так вот Почему сердце И все эти валентинки Красного цвета Потому что В основе легенды Этого праздника Лежат представления о том Что был некий человек Святой Валентин Который на свой страх и риск Обвенчал между собой Христианским обрядом Проститутку и легионера Ему нельзя было жениться И ей нельзя было жениться Он сказал Бог выше всех этих Ваших идиотских законов И обвенчал И все поплатились за это жизнью Убили всех троих То есть для того Чтобы восторжествовало Это чувство Потребовалось отвага Бесстрашие И храбрость Поэтому сердце Знак любви Окрашено в красный цвет А не в зеленый Объяснил? Нет? Ну объяснил Сейчас вы говорили Ну кроме тех Кто принадлежит К древним родам У них уже есть свои гербы Вы говорили Что лицам Духовными званиями Полагаются гербы А кому еще Сейчас Герб не является привилегией Герб является Вашим личным выбором Человек может принять герб То есть Вы нуждаетесь в гербе Вы его составляете Или вам его кто-то составляет И вы его принимаете Это является высшей инстанцией Все Дальше Уже проблемы с законодательством То есть Нужно как-то его зарегистрировать Чтобы было понятно Что это ваш герб Вот тут начинаются проблемы Это Есть у нас герольт коллегия Которая еще не регистрирует Родовые личные гербы Ну есть коллегии В каких-то других странах Где можно это сделать Но это отдельный юридический вопрос И я честно говоря В нем не очень силен Но сам факт Именно заключается в чем Ну в России было порядка 60 с чем-то тысяч Дворянских семей Понятно, да? Гербы из них имело Меньше одного процента В каком плане Меньше одного процента То есть Вот такого рисуночка В табличке Подписанном государем императором Имели Ну единицы практически Понятно, да? Но зато все остальные Пользовались гербами Которые не зарегистрированы И они ими пользовались Совершенно благополучно И нормально Есть такое понятие Которое по-немецки Звучит следующим образом Бюргерский герб То есть горожанский герб То есть Бюргер это не обязательно плохо Да? То есть Бюргер это горожанин То есть В принципе Все мы имеем право На герб Не имея никакого Дворянского происхождения Другое дело Что короны в нем не будет Понимаете? Ну на корону Нужно право заслужить Да Корона даруется А герб нет Понятно? Другое дело Зачем он вам? Вот это самое важное Вот собственно Относительно короны Которая Вы говорите Ушла с ростовского герба Да Можно немножко Распределить? Вот это Почему она? И почему она? Как это связано с ростовом? Верните пожалуйста Короны Вот смотрите Вот это изображение Показывает Как устроен городской герб Вот ростовский герб Был устроен похожим образом Он был устроен Таким образом Более того На дверях общественного транспорта Вы это увидите прямо сейчас Вот увидите Обратите внимание Там есть дубовые ветви Они перевязаны Александровской черленой лентой И соответственно Внутри расположен щит И над ним расположена Вот эта самая Древняя царская корона Изображение там конечно Аховое То есть там Перегреститься и бежать Но как бы Все это есть там Да Более того Там листочки на дубовых ветвях Они зеленые Понимаете? Это была отдельная драка С депутатами Они меня победили Я не смог их убедить То есть что Должны быть золотыми Ну это уже тонкости Так вот Ростовский герб Был принят и подписан Государем императором Соответственно В 811 году Он представлял из себя Только щит Потому что это был герб Екатеринославской губернии Заштатный Он никого особенно не интересовал И поэтому Считаем Было достаточно вот так Вот выше крыши Более того Там была изображена башня И доспехи И над башней Был нарисован Андреевский флаг По идее Это ошибка То есть должен был быть Нарисован крепостной флаг Он похож на Андреевский Но там еще один крестик есть Вот Ну геральдист который рисовал Но он поторопился И нарисовал Андреевский Вот Это на самом деле Интересный казус Который является Своеобразием нашего герба Потом Город Ростов Жил 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 Ну и дожился В конце концов До жизни такой Что он был объявлен Отдельным градоначальством То есть он имел право Градоначальством На своей территории На территории Нахичевани-на-Дону Города Которые обладали таким статусом Получали в свое В свои гербы Дополнение То есть вот тот самый венок С дубовыми листьями И древнюю царскую корону Поэтому Дополнению было видно Что это герба Градоначальства Понятно да? А вот то есть Такая корона Использовала не только на Ростове? Конечно Не только Да Она в частности Была в гербе Области Всевеликого войска Донского Она же была в гербе Области войска Кубанского И так далее То есть Ну Она встречается Но она встречается редко В этих гербах Понимаете? И более того Сейчас то ее вообще убрали А нигде не осталось Вот в чем дело Вот А то что она у нас была Ну это наше достояние Это часть нашей истории Понимаете? Вот И когда герб Ростова Стали восстанавливать Соответственно Это было в 96-м 98-м годах Начали принимать Там соответствующие постановления Городские депутаты Ну встал вопрос Что восстанавливать Решили восстанавливать Не в форме 811 года А в форме 904 Вот когда появились Эти все дубовые листья И так далее И приняли это решение На уровне городской думы Причем героймейстер При президенте Это дело не утвердил Он сказал Что во-первых Флаг нарисуйте другой Ну вот он стал требовать Что нарисовали крепостной флаг Во-вторых Листья неправильного цвета Еще какие-то у него были претензии Те сказали Ах так А мы не будем менять Он сказал Ах так А я не буду регистрировать И у нас получилось смешно Герб Каменско-Шахтинского Находится в этом реестре А Ростова нет Вот Ну вот так полы Новочеркасск Таганрог Все там уже есть А Ростова там нет Это чуть ли не единственный город С гербом Который не зарегистрирован Государственной Геройде Вот И государство Да Ростов он как всегда Да Он жжет Не по-детски Напал нам Ну герой держишь Вы же понимаете А наш имеет же власть Давайте уже веселиться Они решили Знаете что ребята Пока вы там договоритесь Мы вам сами все нарисуем Они взяли щит 1811 года Из собрания законов Российской империи Понимаете К нему прилепили Эту свою новую Разработанную корону Со скрещенными мечами Мечи показывают Что это город воинской славы Вот И на монетке напечатали И сказали Да вот Получите сволочи И не шагу назад На предыдущем свадьбе Все таки вопрос Не только Мне интересуется Случа возраст Сзади Можно сказать Следующий свадьб С гербами Да Хорошая голова На золотой щеке Непонятные косточки Меда Не разводя Спартос Да Вот что это Это оленьи рога Причем вот эти вот трефы Которые вот здесь вот нарисованы Да Если рог охотник С мертвого оленя Срубает То у него верхняя Поверхность этого рога Она закручивается Вот такими стружками Как бы И это вот так стилизовано Под треф Понимаете Охота Являлась Благородным Занятием Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому